Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении» и мы продолжаем удаленно следить за самыми актуальными вопросами, которые происходят в мире. Коронавирус показал, насколько важна профессия врача. Медики во всем мире, не жалея собственных жизней, бросились на борьбу с неизвестной инфекцией. Важно, что в этот момент молодые специалисты решили не отсиживаться, пока стабилизируется ситуация, а вышли для того, чтобы помочь своим коллегам. С передовой, с фронта борьбы с коронавирусом. Врач-участковый терапевт Руслан Рудь расскажет, как на самом деле сейчас происходит борьба в России с коронавирусом. Руслан, здравствуйте! Здравствуйте! Вы сейчас заканчиваете ординатуру, вы молодой специалист, и сразу же столкнулись с пандемией, с таким тяжелым периодом. Скажите, вот за этот период коронавируса, который бушует в России, где удалось поработать? Часто ли вам приходилось работать с людьми, которые больны коронавирусом? Да, я могу здесь рассказать, интересно. То есть я наблюдаю, то есть от начала, да, сегодняшнего дня, весь этот период развития этой пандемии, по крайней мере в Москве, да, в самом таком большом очаге у нас в России, началось все как. Нас ординаторов собрали всех и сказали, что нужна ваша помощь. Кто хочет помогать, помогайте. Ну, то есть добровольно все было. Ну, я как по долгу профессии решил, что, ну, как минимум, такой шанс, наверное, выпадать далеко не каждому. Руслан, скажите, а многие согласились вообще? Вот интересно, многие пошли или нет? Сначала, ну, процентов 70, наверное, пошло. И сейчас, наверное, практически, ну, большинство ординаторов работают, как в стационарах, так и на передовой, непосредственно в поликлиниках. Ну, отдельно я расскажу, в чем, собственно, заключается работа в поликлинике. Вот. Первая моя должность была, это работа в бокс-фильтре, в поликлинике, да, то есть поликлиника должна работать, но пациенты, которые обращаются по каким-то другим заболеваниям своим, да, основным, они должны попасть в доктор. И они не должны пересекаться с пациентами, у которых температура, то есть потенциально, возможно, ковидные пациенты. Я как раз-таки работал в этом фильтре, принимал пациентов исключительно с температурой. Ну, это бывало и обычная простуда, либо это температура из-за сопутствующих заболеваний, да, там, у кого-то онкология, да, температура, ну, бывает. Но бывали, конечно, и пациенты, которые приходили и в дальнейшем оказывалось, что у них положительный азот на коронавирус, и потом на компьютерной томографии легких оказывалось, что у них там чуть ли не запущенная стадия. Ох, слушайте, непросто, конечно, я представляю, каково это, потому что, с одной стороны, это долг, с другой стороны, это опасность. И скажите, вот вы лично не боялись заразиться коронавирусом? Ну, с этой точки зрения, как вроде бы я и молодой достаточно, то есть, как бы, не то, что страх был, ну, конечно, страх был, да, то есть, когда видишь это все, как люди болеют, да, кто-то просто переносит, кто-то даже, ну, не понимает, не знал, что он болел, у кого-то там обычные симптомы РВИ, там, кашлят, насморк, ну, а у кого-то проблемы с легкими начинаются. И опять же, такой факт, что люди узнают только после диагностики, что у них проблемы с легкими. Вот в чем коварность этого вируса. Все-таки, да, конечно, я переживал и до сих пор переживаю, поэтому все-таки какой-то такой страх небольшой есть. Руслан, скажите, а часто ли вам приходилось встречаться, ну, знаете, с такой, с повышенной тревожностью люди приходили и говорили, слушайте, у меня точно коронавирус, а на самом деле это и психосоматика, и просто простуда какая-то. Вообще часто с этим сталкиваетесь? Вы сейчас описываете каждого второго моего пациента. Да, приходят, вот мне кажется, вот у меня насморк, и я вот теряю обоняние и вкус что-то, что-то теряю. Мне нужно сделать срочно тест на коронавирус. Да, и проблема в том, что я осматриваю пациента, ну, вижу, что, ну, нет никаких показаний. Я говорю, что вам сейчас не нужно этого делать, да, то есть важно здесь сохранить спокойствие, потому что это тоже важно в этой ситуации. И, ну, получается так, что тут момент, нужно как-то с пациентом еще и сказать, сказать, что лучше использовать средства защиты, да, маски, перчатки, чем ходить по городу, по поликлиникам и повышать свои риски возможных заражений. Скажите, работы стало больше? Вообще, в каком режиме работаете? Последнюю неделю я работал два через два по 12 часов, да, сейчас я уже не в температурщем кабинете, сейчас я работаю уже в очаге, то есть я принимаю вызовы на дому уже с положительными мазками пациента, то есть это больные коронавирусом на дому в средней легкой степени тяжести, вот, ну, соответственно, вся амуниция, вот это вот миньона, так ее называют врачи, это полностью белый вот этот вот, как в Китае, даже не знаю, как это называть, да, это по одежду, маска и и респиратор, то есть я полностью защищу. И вот сейчас прям работаю в очаге, да, то есть в день нужно объездить около 40-50 домов. Серьезно, действительно серьезные цифры очень. Скажите, а хватает ли вот все этой амуниции защитной для врачей? Не сталкиваетесь с тем, что испытываете нехватку? Да, если честно, вот я прихожу утром, первое, что делают, это выдают новую маску, новую защиту, перчатки и, собственно, это все одеяние. И антисептики все выдают. То есть тут все без проблем. Руслан, скажите, ну вот у нас статистика потихонечку идет вниз, да, эксперты говорят, что мы уже как бы вот перешли это плата, да, и идем на снижение. Но вот по своей работе, исключительно по своей работе, чувствуете вы, что болезнь отступает, либо еще нет, расслабляться рано? По работе это тяжело прочувствовать, потому что все равно пациентов много и каждый день их примерно так же. И получается, что за день ты не успеваешь сделать то, что нужно делать сегодня. И это выходит на следующий день, да, и пациенты тоже злятся, ну, им тяжело тоже понять, когда они болеют, что врачи тоже не справляются с работой. и вот этот вот момент, когда только чуть-чуть там буквально на сотню, да, пациентов меньше, да, зараженных на Яндексе, допустим, смотрят, сразу выскакивают новости, рост коронавируса идет на спад, и люди начинают ровку вырывать, и выходят, гуляют, вот это вот почему-то считают, что неправильно делают. Люди перестают бояться вот этого всего. Но спад не спад, но по температующему кабинету, по боксфильту, в котором я работал, да, еще неделю назад, я почувствовал, что меньше людей с температурой приходит. Все-таки ощущается, это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а какой совет вы дали бы людям, которые боятся заразиться, которые не заразились, потому что, знаете, некоторые уже думают, боже, лучше переболеть, иметь антитела, это уже невозможно сидеть дома, да, все как бы находятся в таком непростом, тяжелом и психическом в том числе состоянии. Я думаю, вы как доктор это ощущаете, вы ходите по домам, вы видите эти растерянные лица, глаза, страх, вот что делать тем, кто держится, не заболел, и впереди нам все равно всем многим, да, придется выходить на рабочие места, как себя обезопасить? обезопасить, ну, это уже сто раз повторялось, да, меньше трогать все подряд, поменьше выходить на улицу, но если работаешь, то, понятное дело, семью тоже нужно кормить, все-таки как можно больше, и чаще, и лучше мыть руки, использовать респираторы, особенно в магазинах, да, где большое скопление людей, и обязательно не нужно использовать маски, респираторы на улице, когда ты вот просто идешь на улице, их не нужно, это только делает еще хуже, да, то есть и маска потом уже, я нужно менять каждые два часа как минимум, обычно вот хирургическую маску синий, каждые два часа, ну, представь, если человек пойдет от дома до работы, у него пройдет час, он потом еще весь день будет носить маску, да, то есть если нет возможности купить еще маску, то можно ее, по крайней мере, поэкономить, пока вы идете в метро, маску нужно. Ну, самое главное, чтобы в этот момент тебя не остановили и не оштрафовали за то, что ты без маски идешь. Ну, кажется, что на улице нет обязанности носить маску, маску нужно носить в вступление, где большое вступление людей, магазины, метро, вот такие моменты. Сейчас еще обязали перчатки носить, но даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что перчатки как раз-таки еще непонятно, насколько нужно носить. Сомнительное нововведение. Руслан, а как вы думаете, я понимаю, что очень высокий уровень загрузки, но тем не менее, новости до вас тоже долетают, и как вы думаете, средства массовой информации, мои коллеги, сгущают краски или нет? делают хуже или все-таки наоборот лучше? Да. Я уже, говорил этот момент насчет того, что как только снижается немного рост, начинают об этом вся умеет рубить, да, то, что вот все, вниз идет, появляются какие-то эксперты, которые говорят, все, мы идем, да, но не стоит забывать, что все-таки даже если мы будем выходить карантина потихоньку, то все-таки жизнь наша поменяется достаточно сильно, и все карантинные меры как минимум в Москве будут длиться еще неопределенно долго. И все-таки, ну, наверное, откуда еще брать людям информацию, как они с ним, да, если нету докторов в семье, правильно? Поэтому, ну, так. Конечно, Руслан, я с вами полностью согласна. Вы бьетесь так же, как и Ваши коллеги на передовой. Скажите, вот, ваши сокурсники, да, которые учатся с вами в ординатуре, все ли здоровы, все ли в порядке с ними? Ну, некоторые коллеги переболели, да, некоторые, ну, остаются даже без, так сказать, есть же анализ, да, на иммуноглобулины, который показывает, либо ты болеешь сейчас, либо ты переболел, да, некоторые уже переболели и сами об этом не знают. То есть, такого какого-то тяжелого случая, по крайней мере, в моем окружении, пока не было. И дай бог, ты же сказал. Как вы думаете, наша страна, она успела подготовиться к карантину? Потому что у нас самая низкая смертность, да, и эксперты говорят, что это связано с тем, что у нас было время, и мы могли немножечко подготовиться. вы как оцениваете вообще, как человек, который внутри работает? Ну, конечно, мы были готовы к этой ситуации, потому что мы видели ее развитие в Китае, мы перенимали опыт, да, из Китая. в США обстановка в десятки раз хуже, да, хотя ситуация примерно та же, и поэтому, да, я считаю, Россия была подготовлена достаточно хорошо, но об этом говорят цифры, то есть даже и об этом говорит работа, да, моя, когда я прихожу, уже все готово, у главного врача есть план, есть амуниция, экипировка, то есть все подготовлено, нету такого, что я пришел, я не знаю, что делать, не знаю, что мне одевать, куда мне ехать, есть четкий план. Руслан, это на самом деле не может не радовать, но еще один такой вопрос, знаете, многие паникуют, говорят, вот, открыли Крокус Сити Холл, для того, чтобы туда пациентов отвозить, строятся оперативно различные клиники, будет все больше и больше людей, какие-то сплетни, открываются ангары с трехэтажными кроватями, ну, знаете, люди о чем только не говорят, у страха глаза велики, вот вы, как врач, что можете сказать по этому поводу, наоборот, надо бы никому дорадоваться, или стоит бить тревогу? Я не знаю, про Крокус Сити Холл впервые такое слышу, какие-то ангары, тоже непонятно, новые, да, ковидные стационары, они развертываются на основании уже имеющихся стационаров, да, в которых есть аппараты ИВЛ, да, где есть сотрудники, то есть, вот эти вот перемещения, там, Гарри, Крокус Сити Холл, но сейчас нет, не все же стационары задействованы, да, задействованы, вот у меня, многие университетские клиники, где мои ребята ординатные работают, то есть, таких каких-то подпольных, не знаю, мест для осуществления практики с ковидом, нет, я даже не знаю, откуда такое может пойти, что за байки. Ну, вот я вам говорю, из народа, да, то, что пишут в интернете, и люди переживают, что больше и больше коек открывают, и переживают, что, как бы, государство планирует, соответственно, что больных будет еще больше, и люди волнуются. Ну, опять же, это же все говорит о подготовке, это лишь подготовка к каким-то различным ситуациям, да, поэтому все-таки лучше думать так, о том, что это, так сказать, взгляд в будущее, возможно, потому что, кто его знает, что может быть, но пока ситуация все-таки стабилизирована и идет на спад потихоньку. Как вы думаете, вторая вспышка будет осенью? Вторая вспышка осенью? Тяжело сказать. Некоторые источники, да, достоверные, говорят, что, в принципе, вспышки коронавируса могут быть каждый год, но неизвестно, насколько сильны, да, но они не будут такими же, да, но они все-таки будут. Так как вспышки гриппа, то же самое будет вспышкой коронавируса. И неизвестно, коронавирус это вирус, который может мутировать и приобретать все-таки новые формы. Поэтому сейчас даже люди знают, что есть коронавирус, да, но некоторые не понимают, что есть коронавирус с коронавирусом, то есть разные, так сказать, виды коронавируса. И отсюда разное течение болезни. Поэтому сегодня такой коронавирус, через год может быть точно такой же, Но, возможно, другое. Поэтому вполне возможно, что может быть и осень. Все с ангельскими крыльями и больше рассчитывать на самом деле на кого? Только на врача, который к тебе приходит домой, который берет у тебя анализ, который выписывает тебе лекарства, который может с тобой поговорить, успокоить тебя. От вас очень много зависит. И виртуально жму вам руку и очень надеюсь, что все это как можно быстрее закончится, и пациентов у вас будет очень мало. Вот что я вам желаю. Спасибо большое. И я вас благодарю за такую возможность пообщаться с вами, так сказать, вылить достоверную информацию людям. Ну и, конечно же, хочется поблагодарить всех остальных врачей, коллег и не только врачей. Ведь эта борьба идет не только на уровне врачей. Даже полиция и все. Даже продуктовые магазины, они же тоже рискуют. Продавцы, они тоже подвергаются опасности. Не меньше, допустим, чем врачи. Поэтому здесь должны все работать. Спасибо вам. Спасибо. И в завершение программы мне хочется сказать, что даже после самой темной ночи обязательно наступит рассвет. И он неизбежен. Дорогие друзья, берегите себя, будьте здоровы. И до новых встреч на телеканале «Русский мир». Русский мир «Русский мир». Русский мир «Русский мир». Продолжение следует...